Привет, я Бучик, а это сборочка Хрома Скай 2. Приятного просмотра. Как вы помните, то в прошлой серии мы с вами сделали компактную машину. Это такой блок, внутри которого находится маленькая комната. В нашем же случае максимальный размер данной комнаты составляет 13 на 13 блоков. И получается, что в эту самую комнату мы можем перенести с вами все наши заводы, фермы и тому подобные механизмы, которые в этом мире не будут занимать никакого места, но сама же эта штука, она представляет из себя вот такой вот небольшой блок. Ну а для того, чтобы попасть в эту комнату, нам понадобится с вами персональный девайс. Прошмакаем ПКМ и попадаем вот в эту страшную комнату, где у нас находится очень много ресурсов. Здесь абсолютно все дроверы, которые у меня были, теперь они находятся здесь с ресурсами. Ну а также здесь сразу же происходит производство, просеивание, добывание, всего этого. Ну а также я сюда перенес еще дроверы, в которых у нас находились деревья, для того, чтобы это было все в одном месте. Вообще, мне кажется, пора уже задуматься о новой базе, потому что это у нас какая-то некрасивая. Нужно сделать какую-то более крутую, мощную, чтобы в ней там все было и все было красиво и удобно для нас. Но опять же, для того, чтобы строить новую базу, нам понадобится много строительных блоков. А это значит, что нам каким-то образом нужно добывать много, премного всего. Немного блуждая об АДЖЕ, я наткнулся на такую межпространственную шахту из мода оккультизм. Эдж тукоина нам сможет добывать много-много различных ресурсов, от самых ненужных блоков, там камня булыжника, до самых нужных руд, которые встречаются очень редко. Ну а конечно же, у каждого есть свой шанс появления. Помнится, что я говорил, что я максимально не буду затрагивать магию на этой сборке. Но знаете, что я могу сказать? Что я, походу, был неправ. Потому что эта сборка завязана полностью на всех мода, которые здесь есть. Ну и при том, что оказывается, с помощью этой магии мы также с вами сможем автоматизировать многие процессы, да ещё и сделать такой же беспроводной верстак, даже лучше, чем в Integrated Dynamics. Для того, чтобы понять, как и что работает в этом моде, нам понадобится скрафтить словарь. Так сказать, это небольшая Википедия по этому моду в самой игре. Эта книжка нам очень с вами пригодится, потому что в ней есть всё, что нам нужно. Да также, чтобы мы её не потеряли, давайте объединим её с Томом Акаши. И тогда эта книжка будет всегда с нами. Выбираем Окультизм, и в принципе-то всё. Можно её открыть, посмотреть, что мы здесь пока что ничего не понимаем, и убрать её пока что куда-нибудь подальше. Но для того, чтобы мы с вами смогли создавать первые пентаграммы, нам понадобится для этого сделать базовые предметы. Для этого нам нужно будет на блок угля выкинуть демонический фрукт и поджечь его обычной зажигалкой. Таким образом, мы с вами получим фиолетовый огонь. Это и есть тот самый демонический огонь. Аналогом ему будет служить портал Велевхейм из мода Ботания. Для создания различных чар жертвоприношения нам понадобится камень. Для этого нам нужно выкинуть андезит, и мы получаем вот такой вот другой камень. Для создания различных книжек нам понадобятся очищенные чернила. Для этого нам нужно будет выкинуть чёрную краску и получить несколько баночек этих самых очищенных чернил. Ну а также мы не обойдёмся и без растительности, поэтому кидаем саплинги обычного дубового дерева, и получаем нестабильные саплинги другого измерения. Если мы с вами вырастим это нестабильное дерево, то мы как бы получим ничего, просто обычный дуб. Ну а если мы скушаем с вами этот демонический фрукт, то у нас будет вот такой вот фиолетовый эффект, и получается третий глаз у нас откроется, и мы сможем с вами добыть это нестабильное дерево. Когда мы добудем эту древесину, находясь в этом режиме, то мы получим древесину другого мира. Для создания пентаграмм нам понадобится с вами магический мел. Магический же мел будет создаваться из потустороннего пепла и изгоревшего потустороннего камня. Для получения потустороннего пепла нам понадобится сжечь эту потустороннюю древесину в этом фиолетовом огне, и получить этот самый пепел. Но для того, чтобы получить потусторонний сгоревший камень, нам понадобится обжарить потусторонний камень в печке. Дальше с помощью этого сгоревшего камня и того сгоревшего пепла мы делаем с вами вот такие вот белые мелки. Ну а также кидаем их в этот огонь для того, чтобы они приготовились. Для того, чтобы мы с вами получили жир, нам нужно сделать вот такой вот мясницкий нож. И по идее, если мы подойдём к этой коровке, ударим её раз, то нам выпадет тот самый жир, который нам как раз таки понадобится для создания свечей, которые используются в ритуалах. Для создания нашей первой пентаграммы нам с вами понадобится золотая чаша жертвоприношения, 4 простых чаши жертвоприношения, 4 белые свечи, ну и конечно же белый мел. Но для того, чтобы узнать, как строится эта пентаграмма, нам понадобится открыть словарь духов, пентакли и найти здесь круг авиара. Нажимаем визуализировать и у нас появляется вот такая вот пентаграмма. Ставим её где-то примерно вот в этом месте и выстраиваем её. Золотую чашу в середину, обычные чаши вот здесь вот по углам, расставляем свечи. Ну и остаётся дело только за белым мелом. Нарисовать эти непонятные иероглифы, символы или что это вообще тут такое. Ну а если вы так же ошибились, как и я, то нам понадобится щётка для того, чтобы убрать лишние символы. Ну и для того, чтобы нам каждый раз не есть эти фрукты при выращивании этого нестабильного дерева, нам нужно с вами призвать торговца. Абсолютно для любого ритуала из этого мода нам понадобится книга с переплётом. Например, для того, чтобы сейчас нам призвать демона, которые нам обвиняют нестабильные саженцы на стабильные, нам понадобится книга с переплётом фолио. Но так как для ритуала нам понадобится активированная книга, нам нужно обычную книгу с переплётом объединить со словарём духов. Да, для того, чтобы призвать трейдера саплингов, нам понадобится 4 вида саплингов. Это берёзовый, джунглевый, еловый и дубовый. Ну а также эту самую книжку засунуть в центр на золотую чашу. И также это всё можно ускорить с помощью бутылки времени. Таким образом мы с вами получим вот такого вот маленького чувачка. Если мы дадим ему нестабильные саженцы, то через какое-то время он нам даст стабильные саженцы другого измерения. Этот стабильный саженец будет работать как обычный саженец абсолютно обычного дерева. Только если мы в прошлый раз, когда мы высаживали тот нестабильный саплинг, то у нас вырастало обычное дубовое дерево. То сейчас как раз таки у нас вырастает потустороннее дерево. И нам не нужно есть никакие демонические фрукты для того, чтобы его собрать. Для следующего круга нам понадобится уже фиолетовый мелок. В нём используется обсидиановая пыль и также ещё сломанный эндстоун. А это всё мы с вами сможем получить с помощью демона, который будет дробить это всё сам. Для призыва этого демона нам понадобится железный кластер, золотой кластер, медный кластер, ну а также ещё кластер серебра. И как обычно в центре нам нужно засунуть книгу призыва. У него тоже кстати есть вот эта эссенция распада и получается через какое-то время он пропадёт. Для создания следующей пентакли нам понадобится уже золотой мел. Он создаётся при помощи обычного белого, золотой пыли и глоустоуна. Для того, чтобы создать уже следующий круг нам понадобится вот такая вот схема. Это получается уже какой-то фиолетовый кристалл, две свечи, золотая чаша жертвоприношения, ну а также уже получается белый мел и жёлтый мел. Я предлагаю сделать ещё одну пентаклию, как раз таки в которой мы уже с вами сможем сделать межпространственную шахту. Ставим золотую чашу, расставляем эти фиолетовые кристаллы, расставляем свечи по углам. Сначала рисуем все символы белым мелом, потом золотым, ну и также уже фиолетовым. Ещё одна ритуальная штуковина готова. Но так как пока что изучили он целью этого мода, у меня стоит сделать джинна в бутылке, которая у нас будет работать на шахте. Поэтому для начала нам нужно с вами будет создать вот такую вот наполненную кирочку. Для этого всего нам понадобится третий круг, который мы с вами сделали. Выкладываем, значит, два серебряных слитка, оголовье кирки и две палки. Ну а в центр мы кладём книгу привязки джинни. Опять же, для того, чтобы этот ритуал заработал быстрее, ускорим его с помощью этой бремени в бутылке. Кирка готова, отлично. Дальше нам нужно сделать вот такой посох. Да, с помощью этого посоха в аду мы сможем найти руду, которая нам понадобится для крафта уже следующей кирочки. А для того, чтобы нам всё время не питаться этими дикими фруктами, нам нужно сделать с вами линзы, с помощью которых мы сможем видеть всё это искажённое. С помощью кожи оправы этих самых наполненных линз мы с вами создаём очки другого измерения. Если мы их с вами наденем, то у нас будет вот такой вот немного фиолетовый мир. Ну а если мы с вами будем путешествовать по аду и будем использовать этот посох, зажимая его, то мы сможем с вами найти руду. Берём нашу кирку, копаем, добываем и получаем вот такой вот блок инсайниумной руды. Но для того, чтобы мы переработали всю эту руду, нам понадобится вот этот самый демон, которого мы призывали, самому последнему, который у нас майнер. Закидываем в него всю эту руду и ожидаем какое-то время. Ну а также, чтобы не потерять этого демона, забираем его к себе. Забираем из хоппера тюб, пыль, которую он переделал, закидываем это всё в печку и по-быстренькому переплавляем. Так как мы только что насобирали все абсолютно нужные ресурсы для того, чтобы мы с вами смогли сделать межпространственную шахту. Выставляем это всё сюда, засовываем книжку в середину и крафт у нас заработал, точнее ритуал. Также ускоряем его с помощью бутылки времени, всё забирается, и мы с вами получаем вот такую вот межпространственную шахту. Но для того, чтобы там межпространственная шахта начала работать и приносить нам кучу полезных ресурсов, нам нужно посадить джина в бутылку. Для этого нам понадобится с вами сделать кирочку из инсониума, а также ещё пустую магическую лампу. Ну а на втором круге ритуалов мы с вами производим это всё. Опять же, ускоряем это всё с помощью бутылочки времени, и получаем магическую лампу с джином. Ну а теперь реально, для того, чтобы эта штука и она вся работала, нам нужно построить некую конструкцию. Ставим два сундука вот сюда, к ним присоединяем воронку, на воронку ставим межпространственную шахту, заходим в шахту и засовываем сюда этого майнера. И так как здесь заработал прогресс бар, значит мы с вами сделали всё правильно, и спустя какое-то время мы получим какие-то ресурсы. Например, сейчас мы с вами получили уголь. У меня-то возникла ещё одна небольшая идея. А что будет, если мы эту лампу с вами зачаруем? Мы же её можем зачаровать? Да, мы её можем зачаровать, значит заходим в нашу библиотеку зачарований, ищем здесь зачарование Unbreaking, Unbreaking 5, отличненько, вообще пойдёт. Но также ещё, пожалуй, найдём зачарование природная починка. Заходим в наковальню и зачаровываем. Теперь, по идее, мы эту штуку и мы сможем чинить с помощью ауры. Она починилась, значит вообще всё отлично. И вообще, по идее, каким-то образом это можно будет сделать, чтобы был такой небольшой круговорот, и эта штука и нам вообще никогда не ломалась. Процесс здесь идёт. Опять же, мы это можем ускорить с помощью бутылочки времени. И вот с такой скоростью у нас здесь начинает появляться большое количество разных ресурсов. От самых обычных кластеров до кирпичей. Даже Назерит появляется, ничего себе. На этом я буду потихоньку заканчивать. С вами был Бучик, рабовладелец демонов, и увидимся уже совсем скоро.